Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну признавайтесь. Да что, подожди, что ли это происходит? У нас тут еще бардак. Это еще, ну, оно как бы началось, но и не началось еще. Давайте я вас посмотрю, скажите, вам там слышно? В первом ряду понятно, во втором нормально? В третьем что-то слышно? Хорошо. Плохо слышно? Тогда давайте ближе. Громче не сделаю, все равно. А если вы говорите, что плохо слышно, наверное, вы что-то слышите, все равно же. Сейчас попробую чуть-чуть громче сделать. Сильно что-то хочешь? Так напряжение такое создаешь? Даша. Все равно мы вместе с ней. Потому что она денется от меня сейчас. Хорошо. И там хорошо, и внутри хорошо. Так, здесь присыл, меня хорошо слышно, а себя хорошо слышно. Дополнительно? Помните, да, поэзию нужно слушать в первую очередь через себя. Только так литература работает. Каждый свое слово воспринимает по-своему. Даже если оно сказано снаружи. Балдер. Так, я хочу еще... Обычно Катюша просто берет и делает, и садит. Ну, здорово. Классно. Ой, красота. И что, вы хотите сказать, чтобы вы реально меня сидели, ждали все это время? Есть такие люди, ну, вы даете. Так приятно. Даже из Венеции приехали? В Венецкого? Ну, прикинь, это, короче, моя реальная фамилия. То есть, я никого отношения к Венеции реально не имею. Но, кроме того, что у меня такая фамилия, и когда я приезжаю в Венецию, очень смешно. Там есть такой венецкий универмаг, и я так говорю, спасибо. И все, спасибо большое. Очень приятно. Так, вам хорошо слышно, да? Чувствуете себя здорово. Раз вы на море, правда? Раз вы на море уже все хорошо. Обычно, когда на море приходишь, вообще все вопросы улетучиваются. Даже не знаю, что вам тут рассказывать. Но обычно море само все смывает. Море каждой своей волной вторит всякий момент иной. Вскоре тихий его прибой смоет замки песка водой. Море это не вещество H2O плюс щепотка соли. бескрайнее торжество. Для того, кто себе позволил. растворяются все вопросы в глубине первородной, зрелой, когда когда в воду заходишь босый, по возможности, сняв и тело. В море нет ни границ, ни дна. Только жидкость имеет грани. В отражении любовь видна. море любит похулиганить. Море каждой своей волной вторит всякий момент иной. Вскоре громкий его прибой смоет замки песка водой. Как в жару, то есть в летний зной. Мое море всегда со мной. А твое с тобой. Правда? Чувствуешь это? Видимо, невидимо людей, слившихся в единую картину. Давно несется это конятель. Без смысла, равно как и без посыла. Вокруг звезды на камне голубом летим мы. Оборот. За оборотом интересуемся. А что будет там потом? А что раньше было? Вопрошает кто-то. Момент сейчас. Для нас всегда предлог до будущего поскорей добраться. И в то же время прошлого итог в мгновенье очень сложно оставаться. Изысканно концепции мы строим вокруг того, чего не можем знать. Навязываем мир зачем-то боем. А вот люблю. стесняемся сказать в боязни, что нас кто-то не одобрит в агрессии. Мы маскируем страх. И спрашивая незнакомца «Кто ты?» Мы опасаемся, что нам поставят шаг. А можно попросту делиться всем любовью, мыслями. Энергией делиться. Приятнее отдавать, чем брать взамен. Способна жизнь всегда преобразиться. Возможно, смысла объективно нет. Обречены вокруг звезды летать, но изредка. Парад планет порой напоминает нам мечтать. и это то, что делает нас нами. То самое, что пробуждает нас от дрем и староновыми открытыми глазами мы сами этот смысл создаем. Чувствуешь? Поближе сядь. Не можно, не сделайте громче. Я же жалко, что ли. Вы просто у вас ряды какие-то очень жиденькие. Давайте можете кучнее сесть или представлять, что я говорю что-то. В принципе, тоже вариант такой. Можно надеть на уши и есть какой-то музыка. По большому счету громче, чем море, все равно здесь никто не говорит. Так или иначе звучит же тишина, правда? тишина, мне какие-то звуки мы кладем и подзвучиваем ее. А так же она всегда. Она. Нормально во втором полуторный ряд. Хорошо там, удобно. Видишь как? Можно так сделать. Всегда можно найти выход. А можно найти вход. Так, все в общем взяли эти штуки. У меня для вас билеты есть. Вы на концерте. Вы не поняли еще. Так ни у кого билета нет. Все про места свои думают. Сейчас мы вас тут просадим по правильным местам внутри себя. В общем, это немножко такие билеты, которые движутся обратно во времени. Сначала вы приходите, потом получаете билеты, потом понимаете, куда пришли. и необычные билеты. На каждом билете есть кусочек стихотворения. С одной стороны, а с другой стороны QR-код, сканируя который, ты услышишь стихотворение целиком. И тут билеты разные. В принципе, почти все они разные, но так много. Какие звуки, да? Новый дверь. Да. Но чтобы тебе попалось именно твое, боже, я в этом году еще не рассказывал, так здорово, необходимо помнить про условия для волшебства. Вы знаете, как магия создается? Не фокусы, а магия. Верить прикольная идея. Ну, тоже может быть. Но, знаешь, вера предполагает сомнения, как мне кажется. Типа, верю ли я, что это падает? Или я знаю? Насколько легко знать о том, что это упадет? Да, правда? Элементарно, типа в курсе. Вот это вот ощущение в курсе, легкость. Вот на этой легкости работает нагия. Как мне кажется. Я вообще ничего не знаю. Это я так предполагаю. Хорошо? И чтобы эта легкость произошла с каждым, необходимо использовать специальную асану из йоги. Я уверен, что вы сейчас все сможете это сделать. Не нужно там долго растягиваться. Это сверхсекретная асана улыбасана. Вот такая. Делаешь и становится сразу все понятнее в этой жизни. Понятно, что все непонятно. Отлично. Но очень интересно из-за того. Ну все. И когда короче это делаешь, становится все достаточно очевидно, что все, что остается сделать, это просто подойти и взять свое. А кто стесняется в этой жизни, тот хуже проводит время. Поэтому подходи и бери свое. туфет и и по руку и Первое в этом году, все на местах, все цены, и в разности своей, все цены, и раз по всю любую бесконечность, любая точка, это Steuer – Динситры. Я думал, что буду холодно. Это же в море, обычно около моря совсем холодно, но как-то это замечали? От этого яснее, правда? Я реально не буду поверить, что меня ждали все это время. Я думал, я приняду, короче, никого не будет. Ну, обалдешь. Вообще, обожаю. Надо бы немножко посмотреть на вас. А то я сейчас так начал сразу что-то рассказывать. О, я же взял с собой гитлерия. Нужно попить песен. А то я потом это не сделаю. А можете нажать на паузу и заново? Есть? Супер. Спасибо большое. Блин, я так рад, что вы были здесь. Потому что я, короче, прихожу и такой, так, а где мне это стать? Все люди стоят. И, представляешь, я же не знаю, как можно так перед человеком. Сейчас я буду тебе читать стихи, значит. Если ты не готов, это будет Безнезапное такое получается поэтическое шоу для кого-то, да? Поэтическое шоу для кого-то. Чаоу для поэтического шоу для кого-то. Без норвок. Эстон weaken. Пойду, неús. Потерлин. Поэтому вот avez восьмое первое то-как purchase форм欢 imagery внутри него. Сам selected посп bacter стало масло. television smart мёдно. Слушайте. Раз making мирy этот свято, Вütfen оготу. Укалейлия, гитарейлия, видишь, 6 трон. Причем я очень долго... Кто-то у меня говорил про укалейли, да? Я, короче, все время называл ее гитарейли. А потом Катя говорит, нет, это не гитарейлия, это гитарейлия. Я думаю, ты прикалываешься, не может быть такого названия инструмента. Серьезно. Это же я на кто-то придумал, прикинь. Типа собрались люди, как мы назовем эту штуку? Ну, конечно, такая миленькая, какая из нее гитарейлия. 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 Немножко, да? Есть такая, хорошо. Я размышлял на такую тему, короче. Ну вот, я перед вами стою, так? Я вроде как здесь для вас, да? Ну здесь же. И руки ваши у вас здесь. А вот эти вот волны, они здесь или там. Ну как посмотреть? Вроде как тоже здесь, да? Но я начал дальше насчет. А небо, оно здесь или там? Кто определяет, что что-то есть там, типа не здесь? Ну и в общем я понял, что это зависит только от того, насколько я разрешаю себе почувствовать свое вот это пространство здесь относительно себя. Получается, нет места, где не здесь. Да? За каждым новым вопросом Новый вопрос Копал глубоко, и стебель к солнцу рос И это только миражей, На пути домой Смысл жизни своей есть Я наблюдаю здесь Наблюдаю здесь Два причины и долга Слезь Я наблюдаю здесь Я наблюдаю здесь Даже эту штуку, которая отпала Я, куда же денусь, наблюдаю здесь, правда? Говорят, что бывает, что-то идет не так Типа что-то не получилось А я вот подумал так Значит, спонтанность сквозь ум просочилась Лишив черно-белого цвета Не это не получилось А получилось Не это Именно так работает эволюция, правда? Если бы все время получалось то, что должно было получиться Мы бы остались в приклеточном Думали об этом? Именно то, что идет как бы, типа не так Движет дальше По эволюции снаружи и внутри тебя Типа эти Какие-то не такие мутации, именно те, которые нужны Да? Например, вот эта шлейка, которая отвалилась Чтобы из меня что-то пролилось Как из моря наружу Безоруженно Безоруженно Среди ответов планеты неправильных нет Победа неба В жизни своей весь Я наблюдаю здесь Не наблюдаю здесь Перва причина и итога Слезь Не наблюдаю здесь Не наблюдаю здесь Наблюдаю здесь Наблюдаю здесь Наблюдаю здесь Наблюдаю здесь Наблюдаю здесь Смотри, смотри На детей смотри всегда Они как вода Где оказывается Где оказывается в той форме Открытый непокорный Только здесь Наблюдаю здесь Здесь наблюдает меня Здесь наблюдает меня И мне нечего менять Здесь наблюдает Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Чего уж грехотеть, так же истиной, с примесью разной, когда в долгомах и правилах тонешь, насытиться тщательно, напрасно, а вот ум с лихвой переполнишь и этой своей эрудицией заглушишь вечную мудрость, звучащую, без репетиций, любую решая трудность. Кто прозрачность всего просек, тот сочится ею, любя. Ты не можешь знать все, а вот все знают Тебя. Спасибо тебе, и тебе спасибо, и тебе тоже. Короче, всем вообще спасибо. Тебя вообще откуда аплодисменты, что это такое? Нам когда-то в театральном рассказали, и я часто об этом рассказываю на выступлениях, я бы говорил, что кто-то из вас слышал уже это. Так что, простите, если вам надоело слушать это. Да, я все равно расскажу, это классная. Классная мусор. Гораздо больше, чем просто про аплодисменты. Когда театр только начинался, начинался он где-то вот так. Ну вот, вот так. Вот так. В принципе, то же самое, только вот без этой штуки. Если люди, которые воспринимали, то бишь, публика, впечатлялись чему-то, то они хлопали и топали, чтобы привлечь внимание богов, сидящих на Олимпе. Мол, среди смертных происходит нечто божественное. И я вот думаю, что не стоит воспринимать однобока вот эту вот их философию такую, типа, где-то там далеки Олимпы, там боги сидят, а мы им хлопаем. Я думаю, что Греция не настолько примитивная, ребята. И речь скорее идет о вот этих богах, назретьебе, которым ты хлопаешь каждый раз, чтобы обратить свое собственное внимание на то, что происходит снаружи. Типа, вот так я хочу себя чувствовать. Ведь по сути вы же хлопаете не мне, да? А от того, что вы считаете мной в своей голове, то бишь, своему ощущению этому, да? Кто это для вас такой? Для каждого вообще свой персонаж. Кто-то вообще случайно здесь оказался, что за парень? Что за городской сумасшедший? А кто-то наоборот выйдет, столько ждал вообще этого выступления, понимаешь? Для каждого своя история. Когда мы хлопаем, я обращаю внимание на то, что мы хотим преумножить, оно непременно преумножается. Так оно здесь работает. В этой текстуре. От рукопожатий до объятий крепких Каждый шаг рисует будущего слепки громкими речами, Шепотом себя. Что бы мы ни делали, делаем себя. Всех подозревая и храня обиду, Собственный фужер будет неотпитым. Накормив бродягу и простив открыто, Колыбелью станет дряхлая корыта. Нет ошибок или правильных решений. Только беспристрастное жизни отражение. Пусть в потемках памяти все искажено совершенно то, что совершено. Мастер себе сам, лучший ученик, превзошел себя разумом подчиняем. И в улыбке ясной произнес, блаженно. Что совершено, то и совершенно. Спасибо большое. Неганство. Ты говоришь своих вопросов, да? Ну, Боже же. Круто, круто. Есть у меня для вас сказка. Про стул. Существует сказка одна. Надеюсь, по вкусу придется она. Стул непростого завода изделия. Был равен дизайном проекту растений. От вида его табуретки сидели. Мечтал, чтобы чаще на нем здесь сидели. С самого детства этим загружен. Все стулья как стулья. Чем же он хуже? Но хоть и прекрасен был вид его внешний, порядок вещей в мироздании прежний. И вдруг осенило. Все же так просто. Дело, наверное, именно в росте, как только немного прибавлю в размере, тут же заметно мы станем. Проверим. Вытянул ножки свои напролом, но вместо стула он стал столом. Явно сидеть на нем мало кто будет. Взмолился герой наш о истинном чуде. Вселенная, знаю, что много прошу, но быть бесполезным не выношу. Сделай же так, чтобы сидели на мне каждый день, много раз, будто на пне. Вселенная рада всегда дать ответ даже столу несущему бред. Меркая вспышка, божественный свет. Стоит наш герой, а вокруг туалет. Голос небес, рад ты сейчас. Полезнейший стул, господин анетас. Стул ужаснулся, издал дикий стон, тут же проснулся. Это был сон. Все еще с девяти на нем не сидят, но мысли былые не тяготят. Этот кошмар, не нанесший урон, дал осознание ему обертон. Как же приятно принять то, что он всегда был и есть трон. Чувствуешь? Разве на троне много сидят? Катюшка мне звонила, нет? Нет? Супер. Интересно, да? Во всей жизни это желание в детстве подойти как можно ближе к воде, чтобы потом быстро от нее уйти. Что это за штука? У меня же тоже оно есть, причем даже до сих пор, но чем оно движимо? Вообще вот это желание человека дойти до предела, да? Оно же просматривается повсюду? Мне кажется, это как раз следствие того, чего-то б... нащупать, где же эта граница, разве она существует? скажи, полетели. Полетели. Спасибо. Знаешь, какие стихи, которые не называются? Птица. Смотри. Наверное, совпало, да? Наверное, совпало просто. Обожаю эти совпадения. Не запланировать никак, не запланировать никак, освободиться. Не подменяй сейчас, не ожидай. Планировать не планы, а как птица. Свои устой этим расшатай. Планировать, как птица, возбужденье, чтоб током красит истины слои. Приклеив крылья, чьих-то убеждений не будет места вырастить свои. Твой ритм только твой. И до свидания. Учитель, главное, тоже себе сам. И радости причина, и страдания себе маршрут из мыслей прописал. Но вылетев за грани предсказаний, доверившись всему, что здесь творится, приятно станет от любых касаний. Планировать. Планировать, как птица. Частоешь. А, красиво. Ой, приятно. Вообще, это классная штука. Я вспомнил про то, что мы же так вообще делали, играли. У нас с Катей про всякие штуки, когда каждый раз новая книжка как-то появляется в руках, это первое, что мы делаем. Подождите, подождите. Я хотел, чтобы мы все вместе в это поиграли. А то тут все так отсиживаются. Сейчас мы в это поиграем. Это, короче, четвертый тон. Мне будет интереснее всего его читать сегодня. Может, он свежее. И, да, вообще, надо же рассказать. Привет, меня зовут Эдгар, я пишу стихи. У меня есть книжки. Их сегодня, если кто-то захочет купить, можно будет сделать после выступления или в интернете. У вас, на ваших белях, с другой стороны, есть адрес. Адрес интернете. Как бабушка, я говорю, господи. Бабуля, ты меня всерилы. В общем, прикол этих книжек в том, что перед каждым стихом есть QR-код. Сканируешь его и слышите их полностью. Окей? В конце есть пустые странички для того, чтобы заполнить их своими мыслями, идеями, планами, проектами. Я говорю в то, что это портативное карманное вдохновение о них книжки. Вот. Вы как хотите, можете в них верить или не верить. Знаете, какая самая классная в них штука? Кажется, что это белые буквы на черном фоне. Так? Очень кажется. Очень-очень. Прям я уверен, что все будут спорить, что так оно и есть. Но, короче, это все белые листы, запечатаны черной краской таким образом, что белые остались пусты. Так что осталось только пространство. Это не буквы, это листочек, который остался. Понимаешь? Как и в жизни. Все уже давно было. Еще до того, пока ты начал искать. Так что давайте полетим с вами. Что это значит? Тогда я буду вот так делать, а вы когда почувствуете, дружно, вместе, крикнется слово полетели. Ну, боже, я не знаю, я не готова это делать. Ладно, кто-то рядышком крикнет, и нормально. Так, в принципе, обычно и происходит. Я посижу. Хорошо. Ой, с собой пока открыт. Смотри, они дружиться хотят. Ну, короче, ты можешь не делать этого. Можешь делать тут вообще легко. Но я думаю, что поколение открытых людей все-таки про то, чтобы вот, но нереально не играть в эту серьезность. А если хочешь крикнуть полетели, полетели. Если не хочешь, не делать этого. Главное, не думай, что о тебе кто-то думает. Все думают о себе. Как и ты. Никому нет дела до тебя, ты только живой. Вообще. Так что, я вот так все даже переверну книжку вверх ногами. А, вам так же кажется, что она же просто белая, да? Там белым по белому тоже написано. Не знаю, видно это или нет. Так что, три-четыре, полетели? Полетели! Ой, классно. Так видно, тут вы уже были, да? Это не новые люди, это хор, да, уже. Все намного проще, чем рисуется умом. И не тернии, а роща по дороге в милый дом. Только, если строить стены, опасаясь всякой тьмы, эти стены на замену станут стенами тюрьмы. Веришь? Проще все. Намного. Если без доспехов плыть, не утонешь по итогу и не потеряешь. Прыть. Отпустить, когда не можем контролировать часы, много проще, чем положим отпустить себя усы. Попросить прощения. Просто. И при этом всех простить. На процентов 90 просто всю дорогу упростить. В каждом скрытые ресурсы. Веришь? Исполинской мощи. Их используют и в курсе те, кто могут быть попроще. Исполинской мощи. Исполинской мощи. Знаешь, это как оперативная память в этом... Даже в телефоне у тебя. Чем меньше лишних фоновых программ, тем лучше работают базовые. А быть тебе и тобой это базовая программа. Давай договоримся. Для того, чтобы быть собой, не нужно дополнительных штук. Это не что-то такое, что нужно к себе обучиться быть собой. А как это получается тогда у детей? Они же как-то не знали. Так, это что? У нас будет викторина, я вас слушаю. Попросить стих? А, так это не стих, это же песня. О, прикольно. Ух ты. Ты знаешь прям мои песни? А кто-то еще знает эту песню? Е-Есть называется, да? Прикольно, как в школе. Кто-то как в школе поделкнулся. Мне очень нравится эта штука. Представляешь, как научили, да? Мы недавно вообще с Катей такую штуку. Я сейчас спою прикольная песня, мне нравится. Были, короче, в поликлинике. У нас родилась дочка, зовут Мириада. Ей два месяца. Да. И мы недавно ходили, это улет, ходили, значит, в поликлинику, потому что нужно зайти в поликлинику. Мы не делали никаких прививок, вот это все, я говорю, да, но, типа, нужно зайти, но потом, когда зашли, вообще не поняли, зачем мы там были. Но нужно было зайти, у нас, наш педиатор классный, она в отпуске и сказала, значит, у вас примет кто-то другой. В общем, и мы заходим туда к этому другому человеку, к этой женщине, у него такой суперсалатовый кабинет, мы так стоим, с Катей, еле-еле дышим и всех этих цветов. И тут же ощущаются вот эти школьные программы, типа, а вы вообще даете витамин такой-то? И мы такие, ой, боже, мы же не даем его. И я про то, что очень хорошо воспитывают, правда? Ну, так прям уверенно. И мы такие вышли с ней, думаем, а чем вообще нам нужно было куда-то обязательно идти? И вот это, для кого нам нужно? Не знаю, друзья, очень интересная штука происходит, когда появляется ребенок. Ты как бы уже не можешь быть заведомо ребенком, ты автоматически становишься взрослым, да? И ты понимаешь, что... Ну, это... В общем, заводите детей. Очень рекомендую. Это супер открывает голову очень сильно про то, что вообще тебе здесь нужно делать и для кого ты вообще это делаешь здесь. И какую сторону. Песня, точно. Кавер вообще очень много лет именно так занимался этим. Катался там по юрбке. Песня. Ну, ты представь, да? То есть, просто прикинь для себя, закрой глаза, говори, что вот ты что-то живешь, значит, написал песню себе, ой, любишь ее петь. И потом выступаешь, где-то, ты говоришь, можешь вот эту песню спеть? Ну, представь, я же, ну, ничего не отличается от вас. Просто вот, когда ты написал песню, ее кто-то хочет услышать. Обалдеть. И она как-то, получается, что, живет без меня? То есть, получается, она как ребенок тогда. Правда, и не надо в таликей никого водить. Слава тебе, Господи. И она никогда водит, нормально, вообще с ним живет. Измеряет там, вот это взвешивает, проявляет нормальный ребенок, нет? Ну, сколько это ребёнок-ребёнок. Мы играем в игру всю нашу жизнь. Здесь правил нет, ни за что не держись. О, победа не за финальной чертой, а всегда с тобой. Выигрышный лотерийный билет получает тот, кто вспомнит секрет. Только один вариант быть собой. Знаешь, какой абсолютно любой матрус со мной спой. Сейчас и здесь многомерный я есть. Сейчас и здесь многомерный я я есть. Я есть, я есть, я есть. Мы родом оттуда, где не знают про время, нет границы и формы. Истина себе через каждого стремится прорасти. Прошлое отпусти. Позволь переменам открыть свои гель, сжигай откровенность, и я ежимоментно боли того мира любовью трансформируй, быть сам себе кумиром. Экспериментируй сейчас здесь многомерный я есть. Сейчас здесь здесь многомерный я есть. Я охотник, а я простой рабочий, а я жена, а я люблю балеты, а я лишь плотник, да и то не очень. Даже я на первый взгляд вроде как поэт. Ярлыки, что вешаем мы сами, лишь игра, рожденная спонтанно. Я источник, звучащий голосами, через все глаза смотрит неустанно. Мы разлимся только нашим багажом, фильтром восприятия, генетикой своей. Но на измерении глубже этажом я соединяю все здесь славное племя. Позволь переменам открыть свои гены, шагай откровенно, сияй ежи момент боль этого мира любовью трансформируй будь сам себе кумиром экспериментируй позволь переменам открыть свои гены шагай откровенно, сияй ежи момент волей волей того мира любовью трансформируй сам себе кумиром экспериментируй сейчас здесь как верный я есть я есть сейчас здесь си х точнее стональность прям так спрашиваю типа откуда ты знаешь, откуда я знаю как вообще понять знаешь стих То есть, типа, этот набор букв теперь значит что-то отдельное. Удивительно, как можно 33 буквы переставлять, да? Вся литература мира состоит из этого алфавита. Да? Из любого. Можно на любом языке это все написать. Я про то, что магия случается не в момент, когда буквы переставляются, а когда они воспринимаются уже кем-то. Когда же ты в последний раз, не опасаясь едких встреч, В первый раз от монотонных серых масс проделал что-то в первый раз. Нырять куда-то, где не плавал, в глубины новых океанов, где новичок ты, небывалый, порою кажется так странно. Висит давно на шее гиря. А что подумают другие? Осознаешь мишенью в тире себя в огромном, страшном мире. Не думай, что другие скажут. Ведь ты, по сути, им не важен. У эгу своего на страже поверь. Им всем ужасно, страшно. Но скоро все себя откроют. Как только обладеют волей, исчезнет то, что было болью. Наполнятся сердца любовью. Мы укрепим добра, эгрегор. Все больше песен, меньше треков. От каждого зависит это. Поменьше эго, больше эко. Спасибо большое. Победный мир движется маршем. Или, мне кажется, может. Но пока жизнь становится старше, делаюсь я все моложе. Как много возраста все же в 16-летние дни. Каждый скандал безнадежен. Непонимание родни. Столько нелепых истерик из-за такой ерунды. Если бы знал, что в потерях золото у места руды. Помолодев к двадцати, учуяв едва облегчение, оставил его позади. Надев на себя облаченье. Доспехи придуманной правды. Чтоб с миром сражаться похоже. А мир улыбался, как брату. И ждал, пока стану моложе. И с каждым землеоборотом я от любви молодея. Играя, нащупал ворота, что защищали идею. Черно белеют полоски, рожденные этой помехой. Оставив сцепление с мозгом, врата растворились со смеха. Ничто не закрыто. И значит открыто все, Настя, ж тогда проблема всего лишь задача. Решаемая без труда. Как безмятежно и просто Увидеть свою кинопленку. Жизнь непонятна для взрослых, Но очевидна ребенку. Что значит? Это был путь еще. И танца вообще. Не устали еще? Я biraz с вами. Да. Расширив восприятие к масштабам планетарным, вопросы человечества решить элементарно. Все во Вселенной строится на силе притяжения. Скопление галактик, взаимоотношения и тяготение силы не пропадение вовсе. Пускай и позабыли про это здесь давно все. А про взаимосвязанность всей видимой материи, всей абсолютно правды без атома потери. И нам, землянам, кажется, что падают предметы. В действительности же все движется в планету, в ядро, вовнутрь, в центр. Не падает. Стремится. Ну что, как там сознание? Расширились границы? Все тянется, естественно, в большего глубины в попытке раствориться у самой середины. Так вот, возникла мысль, ей поделиться стоит. Любое смыслить сможет суждение простое. Про то, что расширяется Вселенная, все в курсе. Проходит это в школе, колледже и бурсе. И вот мне интересно, что крупное настолько, что тянет мироздание расшириться так стойко? Раз каждая частичка проекции Вселенной, то принцип расширения во всем есть непременно. И раз все в мироздании носили притяжение, Похоже, расширение приводится в движение чем-то необъятным, огромным, колоссальным. Посмотри сейчас чистыми глазами. Единое сознание озвучивает нами момент неповторимой потока голосами. На любой вопрос ответ внутри не все. Ведь то, что внутри нас, расширяет все. Какого размера тишина? Я уже хотел домой ехать, ну ты даешь. Я думаю, когда шу. Я так и знал, что добрее едешь. Я тебя люблю очень сильно. Мы очень трудно выезжали отсюда. И там находится самая прекрасная женщина в этом мире с моей самой прекрасной дочкой в этом мире. Она спит сейчас? Да? Класс! Боже, Катюша, я так соскучился. Я стою и думаю, что я тут делаю без тебя? Вы заметили, да, что такое немножко было? Умение, нет? Я точно заметил. Я так рад. Видишь, как тепло здесь? Играет музыка Играет музыка Разве нужно это время Если в нем нет места для Всех любви и изобретений Попрошаю я Разве это время надо Если места нету в нем Для морского променада Когда мы вдвоем Мы намного больше, чем Сам вопрос, зачем Смеемся, плачем Не могло и быть иначе Нам, пожалуйста, все Огромное спасибо И не надо сдачи Огромное спасибо И не надо сдачи По роскошному закату Мы рассыпали ответы А вопросы, как и надо Нам дают рассветы Привкушая эту осень Расстаемся с прошлым летом Эта песня была написана летом Ничего уже не просим Укутанные пледом Мы намного больше, чем Сам вопрос, зачем Смеемся, плачем Не могло и быть иначе Нам, пожалуйста, все Огромное спасибо И не надо сдачи Огромное спасибо И не надо сдачи Уже получили Сдачи Как японцу рис Сдащему ковать Так же нам с тобой подходит Рисковать Только кого Узнать Что вселенная Расширяется Словно ты И я И я Благодарю Ты еще и с чаем смогла приехать? Да? Обожаю Сейчас А ты не хочешь почитать какой-то стик? Нет? Нет? Я понял Хорошо Нет, сейчас не получится Когда вернется Все Ладно Просто у меня есть любимый поэт Ее зовут Катя Веницкая Я серьезно говорю У Кати потрясающие стихи Просто Наверное человечество Мы подготовим Катя К этому Обожаю Это то, что ты сегодня написала Просто потрясающе Сейчас я просто так сильно соскучился Мне нужно немножко побыть Вот В этом А, давайте, знаете, как мы сделаем? Мы сделаем небольшой антракт О, вот это будет честнее Объявляется перерыв На Пять минут В это время Вы можете познакомиться с людьми Которые сидят рядом с вами Вот у вас есть до этого времени А если вы стесняетесь То вы хуже проводите время По которому у вас нет Красно Я понял, что я оставил вас без музыки такой, да? Но оставил в тишине В тишине лучше слышно Вообще в тишине это единственное, где место можно услышать Вообще все звуки там же, правда О, Боже мой Как же хорошо Это гражды приятно Даже не представляете себе вообще Ну, прикинь, это же реально не просто У нас супер жизнь поменяла сейчас Я думаю, что все, у кого есть дети Понимают, что это значит И тем не менее получилось это сегодня сделать Так странно слышать фразу Я думаю, что все вокруг является любовью Пускай и не по вкусу Сыр Дорбель Возможно, он невкусный Лишь сегодня И даже если вкусным он не будет Зачем же не любить его За это? Тебе он не подходит? Забудь Ведь есть и королевский сыр И все там Но если Неприятно не любить Зачем же нам испытывать такое? Мне кажется, я отыскал ту нить И кое-что сейчас я здесь открою Мы начинаем не любить Мы начинаем не любить не сразу Нет этой функции с рождения у нас В картину мира этот скудный пазл К нам попадает прямо с очи глаз Наши родители, не зная, сами дарят Нам не любовь к различнейшим вещам Не любят зиму Суджек их кумарит Они любви свои так громко все кричат Они когда-то тоже в свое время Скопировать сумели не любовь У тех, кто был для них тогда Примером повторяется Все так вот вновь и вновь Как не любить? Единожды узнав Уже в примерах нет нужды ни капли Как вирус по земле идет волна Мы наступаем на одни и те же грабли Бежим мы все Хоть в пешке нет ответа Не призываю я без дела сесть Наоборот Кричи Люблю Вместо Привета Не нужно бегать Когда Крылья Есть Ты точно знаешь Класс Спасибо Балденно Встреча когда-то тоже буду так носить Это же надо Где бы мы ни были Ты всегда Справа Наверное поэтому часто права И шепотным миром не слышится Браво Как в наше пламя подброшу дрова На фоне Огня Две свечи Незаметны Зато больше видно тепло И Уют Не заготовка мы в цехе заветном Мы те кто сами Свою жизнь Куют Амбассадоры Любовного сплава В балансе Молчание Крик И слова Наверное поэтому Ты Всегда справа И боги Как же чертовски Права Спасибо Говори полетели Три Четыре Полетели Ох Как вы быстро Как соображает Я давненько встаю без будильника Кстати сейчас я встаю ночью В 215 без будильника Ладно Этот стим был написан до этого Когда я спал Когда-то было такое Да Катюш Когда мы спали всю ночь подряд Я давненько встаю без будильника Не тревожусь делами служебными И с утра Нечто очень волшебное Я замечаю стабильненько Как только глаза видят свет Есть доля секунды такая Когда я уже есть Точно знаю Хотя моей личности нет Я пребываю в присутствии Без знания Кто я такой Я здесь и сейчас Я простой Без поведения инструкции Отдан Без крайней свободе Не нуждаюсь в оценке И мнении За границей линейного времени Этот миг У всех нас происходит И ты Без истории личной Наблюдатель Свидетель прозрачный Постоянно такой Однозначно Пусть искрыт за Вуалью привычной Тропа жизни Сраженья И бой Для играющих Образы Разные А ты не образ А Вечность Прекрасная Так что Будь Безконечно Собой А мне кажется Что все стало живее Сейчас Есть такое Да Правда Мне тоже так кажется Вообще Все в моей жизни Стало чуть-чуть живее Спасибо тебе Катюша Тебе очень Очень Она проснулась Нет Ну и не ты Море же не старается Быть морем Вот во время волн Кажется, что старается Но вроде же нет На самом деле Пусть Интеллект Так уверенно Вешает Поверх сознания Ярлык За ярлыком Все по-прежнему Свежее Да и с тобою В притык Сшито И спаяно Правда Без швов Как и Диффузия Звука Сколько бы слов В тишину Не пришло Все они Входят Без стука Слоями Ложатся Один На другой Красками Тишь Омывай Не нарушает Вечерний покой Пламя Что рядом Пылает Не искажает Звук Тишину В ней Он зажегся И гаснет Будешь собою Всегда потому Пусть разум Ловок И дразнит Внешне И все не вовне А внутри Воспринимаемо Густо И видеть Стараюсь Не только Смотри Без Восприятия Пусто Как В тишине Место Звуком Дано Так же И Мы Не случайно Местом Для Света Нам быть суждено Чтоб Преумножить Звучанье Чтоб Преумножить Звучанье Спасибо большое Гигантское Такое Знаете А мы скоро поставим пианино на мой Знаете где Расскажу вам Короче Возле Ну надеюсь Что там получится После Если честно Не знаю Можем ли мы такое делать Но каждый раз Когда ставим пианино Нет же какого-то разрешения У кого можно взять Где можно поставить пианино Ты просто это делаешь И все А воно такое тяжелое Что никто его убрать Потом не может Это такое Кайто Обожаю В общем Возле канатной дороги Когда спускаешься вниз Есть Такие знаете Лавочки Вот такие как здесь Только там такие беленькие Там постоянно люди Проводят культурное время Так вот не там Рядышком С ним есть Такой козырек Я так понимаю Что это какой-то задний вход Какого-то Чего-то там Понимаешь На чем я говорю Вот там прикольное место И я думаю Что мы даже одну лавочку Прихватизируем Для этого дела И оно там будет жить Да Потому что те пианино Которые в Стамбульском парке Я так не знаю Сколько еще они там Если не там вообще еще Но здесь на них кто-то играет Хотя бы Было бы прикольно Да Вот Идучи Уважно По хвилястій дорозі Помечаешь Все те Что поруч И передбачити Майбутнє Надейнейший способ Это Будувати Его обласновач И не боясь страху, покохай глибинну мудрість помилок. За лютим місяцем восьна не можна спокій вполювати, хто фарбу вдячності пізнав, тому і майбутнє малювати. Дивіться скажеш, і цим плодом завжди був ти. Дивіться. 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 Гений. Дивіться. 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 а когда мы собой являемся, даря миру, природу, гения. Загадай желание, вот прям сейчас, и тут же отпусти. Все произойдет. Не сомневайся, знай, не ожидая ответа, будь всегда в пути, меньше суетись и выходи за край. Представь свою мечту сбывшейся, уже ощути всю легкость этой своей сказки. Поверь, у мира есть сотни виражей, что удивляют тех, кто живет без маски. Осознай себя лучником, умелым, который всегда точно попадает в цель. И если ты готов, и мечта созрела, ты услышишь в сердце ангельскую тречь. Лучник никогда в мишень не попадет, если будет только целиться усердно. Стрелу доставит к цели, лишь ее полет. Так отпусти мечту, будучи ей верным. Верным. Спасибо. Гигантское. Невозможно понравиться каждому встречному. Но каждый встречный понравиться может. В любом человеке вселенная вечная. Даже за самой угрюмой рожей. Мы настолько разнимся, насколько и схожи, и нас раздражает то в других людях, что нас самих внутри себя огложит. Признаться не можем в Сибири, вот и судим. Но если по-честному карты открыть, признать и принять, облака или дно, стекло протереба обнаружишь, что ты вдруг стал и других принимать заодно. Ко мне снизошло одно откровение. Каждый неповторимый сапфир и истинный смысл у миротворения искренне вместе творить этот мир. Так, давайте творить мир вместе. Спасибо огромное, что были сегодня. А сегодня только начало у вас всего. И у меня тоже. Малышка проснулась, мы поедем домой. Спасибо большое, ребята, еще раз. Если есть какие-то вопросы, то вы все ответы найдете внутри. Спасибо. Спасибо. Малышка проснулась. Продолжение следует... Продолжение следует...